Всем привет! Это видео будет о покупках. Первое, с чего хочу начать, это глина. Глина у меня голубая, по-моему, нет, чёрная. До этого была голубая. С превеликим удовольствием использовала мне именно в качестве очищения. Мне нравится больше глина. Я как-то давно ещё перешла на глину, попробовала её первый раз и нисколько не жалею. Очень хотелось попробовать именно чёрную. Попробовала. Такая же, как и голубая, в принципе. Я не знаю, чем они отличаются. Розовая, голубая, чёрная, зелёная есть, белая. Я знаю, что у них разные свойства, которые описаны на упаковке. Но именно по своему действию я не вижу особо отличий. Может, какие-то такие мизерные отличия, которые не особо заметны. Могу сказать только про розовую глину, которая у меня была. Она имела такой вот немножко увлажняющий эффект. Действительно, это так и было. Она очищала, но как-то деликатно это делала. Поэтому розовую глину могу посоветовать для девушек, у которых сухая кожа, либо какая-то чувствительная, наверное. Также ещё я приобрела крема, органический крема для ухода за лицом от Олеси Мустаевой. Я очень была наслышана про эту марку. Мне очень было интересно. Даже очень хотела попробовать что-то из этой марки. Первое, что я взяла, это крем под глаза. У меня закончился мой предыдущий. Ещё один я отдала. Была в поисках крема и набрела вот на косметику Олеси Мустаевой. Не заказывала ниоткуда. Нашла в магазине. Крем называется обычно. Крем для век номер 8. Офигенный. Это супер увлажняющий крем. Он не питает. Он именно увлажняет. На ночь он не подойдёт, хотя я его использую и на ночь. Я просто на ночь наношу немножко таким, не толстым слоем, а чуть больше наношу, чем утром. Утром я наношу совсем капельку. Если я наношу совсем капельку, то тогда на этом креме не скатывается консилер. Всё идеально. Не нужно даже припудривать эту область. Всё шикарно просто. Если я переборщу им, то тогда, конечно, да. У меня даже начинают слезиться глаза из-за супер увлажнения этого крема. Я сначала думала, что у меня аллергия. Но когда я начала наносить его меньше, то значительно лучше стало моё лицо, мои глаза. Они перестали слезиться. Поэтому я, в принципе, могу рекомендовать этот крем. Так как он органический, и всем любителям органики я его и рекомендую. Даже тем, кто, в принципе, хочет что-то новенькое попробовать. Я не разделяю органика, неорганика. Я могу пользоваться, к примеру, органическим кремом под глаза и неорганическим кремом на лицо. Для меня это не проблема. Но тем людям, которые очень к этому щепетильно относятся, я советую вот этот крем попробовать. И главное просто с ним не переборщить. Ну и также я приобрела крем для лица. У меня номер один. Для проблемной, склонной к высыпаниям кожи. Успокаивает и смягчает раздражение. Все, что здесь написано на упаковке, все так и есть. Крем шикарный. Я им пользуюсь только на утро, либо в течение дня. Если я куда-то не ухожу, я остаюсь дома, то в течение дня я утром умываюсь, наношу этот крем, и в течение дня могу еще раз его обновить. Ну, умыться и, опять же, нанести его. Здесь 50 мл. Витров тюбик, как мы знаем, он такой жестяной, поэтому его приходится закручивать, как вот старые такие крема. Мне нравится этот крем. У него, конечно, запах такой, ну, травяной, обычный такой, стандартный, наверное, да, вот для каких-то органических кремов. Он не тестируется, кстати, на животных. Здесь значок, вот этот вот кролик нарисован. Мне понравился состав также, что этого крема, что у этого крема хороший довольно-таки состав. Крем мне показался первоначально легким таким, поэтому я его нанесла очень много. И в течение дня я потом уже только поняла, что я нанесла его много, потому что кожа стала такая жирная. Хотя этот крем, он мне заявляет, что он матирует, но он для жирной кожи, соответственно, немножко будет вот этот вот, да, такой матовый эффект. Тем более, что когда его наносишь, он впитывается без остатка. Он не оставляет никакой пленки на лице абсолютно. И это мне в нем нравится. Даже когда вот я его как-то попробовала на ночь нанести, и когда я проснулась утром, я его смываю водой. Всегда, когда я делала так с разными другими обычными кремами на ночь, да, либо там масла, к примеру, кажется, что вы водой снимаете верхний слой, вот именно средства, которые вы наносили на ночь. С этим кремом такого нет. У меня такое ощущение, что на лице ничего нет, и я просто умываюсь водой. Крем шикарный, помогает, кстати, от высыпаний, успокаивает кожу, успокаивает высыпание, потому что я люблю нажираться сладкого, а как мы все знаем, от сладкого, от жирного, соленого, от всех вот этих вот вредностей у нас появляются прыщи, особенно от обильного поедания. Этот крем мне помогает очень хорошо бороться с какими-то прыщами, высыпаниями. Он, я не знаю, что он с ними делает, подсушивает или нет, но он как-то на них благоприятно влияет. Я чувствую, что этот крем как-то ухаживает за кожей лица, потому что от других кремов у меня был такой вот дискомфорт какой-то, да, как будто ты что-то чувствуешь на лице, и что это какая-то маска. С этим кремом такого нет. Еще я также себе на ночь к этому уходу взяла масло кокосом. Я очень люблю масло кокоса, именно использовать на ночь. Я его использую на все лицо и под глаза. Дает лифтинг эффект немножко, и очень хорошо подходит под глаза. Не разглаживает, заполняет как-то морщинки, как-то ухаживает за морщинками хорошо, в плане тех, которые у вас уже есть. Их не особо заметно, потому что я заметила, что до этого масла я пользовалась другим кремом на ночь, от Mizon. Я его использовала также и под глаза, потому что у меня, повторюсь, не было никакого крема. Я, в принципе, посчитала, что обычный крем, который я наношу на лицо, ничего не сделает плохого с моими глазами. В принципе, он и не сделал ничего плохого, но он и не сделал лучше, потому что у меня стали очень ярко выраженные вот эти вот гусиные лапки, или как их там называют. И вот эта вот область, которая у нас спускается вниз с годами, здесь появляются такие вот полоски. Это все стало настолько заметно. Мне это так доставляло некомфорт, что я решила, что-то с этим нужно делать. Я просто вспомнила о том, что раньше у меня такого не было, лишь только потому, что я использовала масла обильно на лицо. До этого я перестала пользоваться ими, потому что мне казалось, что кожа напиталась, привыкла. Я решила просто сделать перерыв. Вот теперь, так как я вспомнила, я решила опять вернуться к маслам для лица. И до этого у меня был ночной уход масла от Лореаль. Я к нему вернусь, оно у меня не закончилось. Я его просто отложила и решила просто сейчас использовать кокосовое масло. Он идет в такой баночке, обычное пластиковое. Это масло от Ботаники. Оно мне очень нравится, оно меня устраивает вполне. Это хорошие масла, которые делают что-то с вашей кожей. И это очень ощутимо. Хочу предостеречь вас по поводу баночки. Я когда приобрела, по обеим сторонам, вот здесь вот в банке самой, по бокам, были трещины. Эти трещины, наверное, образовались при транспортировке. Масло постепенно оттуда вытекает, если оно стоит где-то на полочке. Если оно в холодильнике, то ничего не вытекает. Будьте просто осторожны, доставайте упаковку, смотрите, не бойтесь, потому что я этого не сделала в магазине. Еще, продолжая тему масел, хочу вам показать две мои новинки от Нивея, масла для губ, которые я просто обожаю. У меня уже есть все вариации. Я нашла все, которые только существуют, наверное, в этом мире. Я просто самая довольная морда на этой планете. Это масло с кокосом, и это масло обычно классическое. У меня был такой бальзам в стике, он был шикарен, но в стиках мне именно не очень нравится сама упаковка, вот именно стика, да, гигиенички, я не знаю, называйте как хотите. Такие вот варианты мне больше нравятся, тем более, что мне кажется, здесь еще что-то добавляют, потому что у них формула просто сногсшибательная, просто офигительная. Масло кокосом, соответственно, пахнет кокосом, и когда упаковка была новая, запах был интенсивней. Сейчас он как-то не очень такой интенсивный, как был. Классическая версия мне тоже очень понравилась, потому что масло бесподобное, у него такой классический, немножко сладко-кисленький запах, вообще ненавязчивый, очень деликатный, кремовый такой даже. Формула такая же суперская, также тает на губах, также лежит очень шикарно, также увлажняет. Я просто в восторге от этих масел, и буду покупать их дальше. Я помимо этих масел еще приобретала некоторые бальзамы, и что я поняла за это время приобретений других бальзамов, это мне нравится намного больше. Еще также приобретала вот такую зубную пасту, это паста от Calgate. Когда-то раньше, давно я пользовалась этой пастой, она мне нравилась, сейчас я такого восторга не испытываю. Triple Action Original Mint, каких-то три шага, в общем, не знаю, мне не понравилась она. Почему не нравится? Потому что, когда ты используешь ее, в отличие от Splat, да, она не дает какого-то продолжительного свежего дыхания, во-первых. Во-вторых, она не вычищает именно полость рта так, как нужно. Все равно налет в конце дня, либо даже после обеда, все равно вы ощущаете. Поэтому не советую вот пасты Calgate. Ни одна вот сколько я брала, не понравилась. Также у меня была покупка, наверное, под влиянием YouTube. Вот этого ремовера от Sally Hansen. Ремовер для кутикулы. Я наслышана о нем, многие его рекомендуют, многим он нравится. Есть, конечно, и нелюбимцы этого средства. Применение здесь такое, что вы наносите, и через 15 секунд, да, вы отодвигаете, либо там удаляете кутикулу. За эти 15 секунд это средство должно немножко размягчить кутикулу. Когда я попробовала первый раз, мне понравилось, мне даже показалось, что это средство кутикулу немножко как-то сжимает, она становится меньше. Ну, соответственно, высушивает, наверное, да. Я этого первый раз не поняла, мне сразу понравилось. Я отодвигаю кутикулу, я ее не обрезаю, я не делаю, наверное, необрезной маникюр, уже где-то с год, а то и больше. Сейчас я этим средством пользуюсь уже где-то месяц. Точно хочу сказать, что это средство хорошее, но оно высушивает кутикулу. Я его наношу, отодвигаю кутикулу, после этого нужно очень хорошо каким-нибудь маслом смягчить, либо кремом для рук. Потому что, если этого не сделать, то на следующее утро, да, даже если я просто наношу крем для рук какой-то, да, и там немножко так нанесла на кутикулу, все равно я просыпаюсь с пересушенной кутикулой. Это мне не очень нравится, потому что я выхожу в люди, да, я в транспорте сижу, я общаюсь с людьми, многие видят мои руки, и мне не нравится, что кутикула выглядит пересушенной, как будто я не делала долго-долго маникюр. Это средство я больше не куплю, оно очень экономичное, мне хватит его, наверное, на год, это точно. Буду искать что-то другое, бюджетное, потому что это средство не бюджетное, но в силу того, насколько его хватает, на него можно потратить эти деньги, там в районе, да, 500 рублей. Слышала, что есть такое средство, похожее, от Evelyn, хочу его попробовать, но это уже будет после того, как вот это средство у меня закончится. Также в Магнит Косметик я нашла вот такой вот скраб, это скраб мыла соляное с кофейной крошкой. Мне понравилось само мыло, оно такое вот, как в виде массажной плитки, да, вот в Арифлейм такая есть, с пупырышками такими. Мне было интересно просто попробовать, что это за мыло такое. Сначала, когда я его открыла, да, мне показалось оно такое немножко с добавлением масел, наверное, потому что оно такое шелковистое, такое какое-то даже вот таящее немножко в руках было, но на самом деле это был просто такой вот, я не знаю, сверху, наверное, эффект, покрытие, наверное, какое-то было. На самом деле оно идет именно с солью и с вот этой вот крошкой. Именно он идет для тела, но я его использовала и для лица. Конечно, если у вас какие-то на лице высыпания есть, которые вы только недавно там выдавили, поиздевались над ними, то не стоит, конечно, скрабировать кожу, потому что будет печь. И не советую, конечно, его использовать после там депиляции, после бритья, потому что будет печь очень жутко, так как здесь присутствует соль. Я попробовала один раз, мне этого хватило. В целом, хороший скраб, экономичный, я им пользуюсь уже давно, месяца три, наверное. Написано, что, кстати, антицеллюлитная линия какая-то, массажная плитка, хендмейт. Ну вот и все, мои дорогие, что я вам хотела показать, чем я хотела с вами поделиться. Надеюсь, вам видео было интересно, надеюсь, те продукты, которые я вам показывала, тоже вам были интересны. Что-то для меня здесь новое совсем, что я не пробовала раньше, но очень хотелось, поэтому делюсь с вами своими впечатлениями и, надеюсь, встретимся в комментариях. Очень жду ваших комментариев. Спасибо за внимание. Всем пока!